В данном видео мы с вами поговорим про разные истории, героиней которых стала наша полоумная Джинкс. Если вы хотите больше роликов по вселенной Лиги Легенд, ставьте палец вверх. Друзья, за окном стало уже довольно холодно, и чтобы не стать похожим на Джека из фильма Кубрика, я решил заказать себе толстовку, но уже со своим рисунком, чтобы не пугать соседей. А заказывать, конечно, лучше всего на Принтфест, ведь только этот сайт может предложить вам большой выбор дизайнерских принтов с вашими любимыми фильмами, играми и книгами. Любой из монстров или других таинственных существ украсит ваш вечер своим присутствием, а десятки тематических подборок помогут выбрать то, что вам действительно хочется носить. Кинг-Конг или Магвай по имени Гизмо. Любое изделие имеет широкую размерную сетку, а если вы подарите своей половинке красивую и качественную вещь, то мягкая и приятная ткань станет поводом для обнимашек. Друзья, если вы, как и я, хотите подобрать себе что-нибудь теплое, то проходите по ссылке в описании и получите скидку в 10% по моему промокоду КАПИТАН10. Заказывайте на Принтфест. Краткая характеристика у Джинкс в прошлом именуемый Паудер довольно забавная. Эта шибанутая на всю голову девица из Зауна любит устраивать биг-бадабумы, совершенно не думая о последующих разрушениях и количестве жертв. Чем больше взрыва и сильнее паника, тем лучше. Причина такого поведения довольно простая. Джинкс ненавидит скучать, а потому она в любое время дня и ночи с удовольствием творит самую лютую дичь. Ух ты, красотища! Наша девчушка не просто чеканутая, но и самая настоящая женская версия Тони Старка в топике и шортиках. Она без проблем мастерит замысловатые устройства и разрушительные предметы вооружения. Спасибо, что сделала меня, Джинкс! Без проблем, блестяшка! В верхнем городе Пилтовери ее боятся как огня. Правда, дурная репутация у нашей полоумной сложилась и в нижнем городе Зауне. Кто-то там внизу считает ее настоящим героем. Способным хорошенько нападать сраным пилтошкам. Другие же понимают, что выходки Джинкс приведут к еще большим проблемам с миротворцами. Миротворцы! Мертвые! Ну да. Здание в руинах! Ой, да. Перед тем, как рассказывать вам про историю о Джинкс, давайте вспомним ее раннюю жизнь, показанную в мультсериале Аркейн. Во время неудавшегося восстания против Пилтовера погибают родители Вайпаудер. Их удочеряет Вандер, самый крутой мужик из Зауна, благодаря которому Нижний Город пока еще не превратился в помойку, кишающую наркошами, ворами и убийцами. Вай и Паудер растут, но из-за особенностей жизни в Зауне они очень хотят себя проявить. В итоге они решают ограбить лабораторию Джейса, который экспериментировал с магическими кристаллами. Такое решение приведет к непоправимым последствиям. Вай окажется в тюрячке, а Паудер поедет кукухой и станет называть себя Джинкс. Такое имя взято не просто так. Именно им Вай назвала свою сестру, когда та своими действиями погубила всех, кого они любили. Нет! Нет! Зачем ты меня бросила? Ты мое проклятие! Потому что ты Джинкс! Джинкс с английского можно перевести как сглаз, порча или проклятие. Что прекрасно отражает то, к чему приводят попытки девчушке кому-то помочь. Говоря проще, хотела как лучше, а получилась задница. После расставания с Вай, крышка Паудер начала безостановочно съезжать. И спустя несколько лет перед нами уже красовалась полоумная оторва, которая никому не подчинялась и делала то, что хотела. Здрасте! Сразу же стоит сказать, что события, показанные в мультсериале Аркейн, и лор-героини на официальном сайте вселенной Лиги немного не вяжутся друг с другом. Но на такие мелочи мы обращать внимание не будем. Да, и по поводу Вандера тоже не переживайте. Он вернется во втором сезоне в виде Варвика. Об этом чуть ли не прямым текстом было сказано в последнем эпизоде. Шо? Опять? Итак, первая история рассказывает о том, как Джинкс решила заявить о себе в Пилтовере. К этому моменту она уже была знаменита в Зауне. Но в верхнем городе ее существование было только на уровне нелепых слухов и легенд. Да и как в такое можно было поверить? Хрупенькая сумасшедшая девица, создающая разрушительное оружие и любящая крушить все вокруг себя. Поэтому Джинкс стал медленно проникать в Пилтовер. Сначала это были просто злобные шутки, да и то страдали только богатеи. Девчонка могла ради забавы выпустить экзотических животных из элитного зверинца какого-нибудь графа. Могла поджечь разом все мосты Пилтовера, парализовав всю деятельность города на несколько дней. Миротворцы долгое время не верили, что все это было дело рук одного человека. И тем более миниатюрной девушки. Им было проще спихнуть все на очередную банду наркоманов. Поэтому Джинкс старалась, чтобы на месте преступления ее видели хотя бы пара десятков человек. Вскоре о синеволосой девушке стал говорить весь город. И дело было не столько в самих преступлениях, сколько в описании преступницы. Крайне мало одежды, да и та, которая была вызывающая. Много взрывчатки, огромный гранатомет в виде зубастой акулы. И многоствольный пулемет. Как говорится, оу май. Попытки поймать Джинкс не возымели успеха. На месте совершенных преступлений она всегда оставляла яркие надписи и послания для миротворца Вай. Да, исходя из лоры Лиги Легенд, Вай станет миротворцем. И будет помогать шерифу Пилтовера Кейтлин ловить преступников. То есть именно этого нам и стоит ждать во втором сезоне Аркейна. Меня зовут Кейтлин. Ну ты сладенькая. Как кексик. Так вот, однажды Джинкс оставила грубое послание для Вай, в котором обещала ограбить пилтоверскую сокровищницу хранилища затмения в определенный день. Для психопатки была подготовлена ловушка. Но оказалось, что она успела проникнуть в сокровищницу еще несколько дней назад, где все это время устраивала погром. Вай вступила с Джинкс в поединок, результатом которого стало почти полное уничтожение здания. Поймать чертовку так и не получилось. Следующая история очень занимательна. В ней нам объясняют, что в пилтовере, да и по всей Рунтере не жалуют йордлов. Магических существ, которые совершенно не похожи на простых людей. Их боятся, на них ведут охоту и уничтожают. А потом препарируют и изучают. Чтобы иметь возможность безопасно находиться в верхнем городе, и тем более вести тут торговлю, йордлы используют трансмагрификаторы, скрывающие их истинный облик. Одна из таких торговых точек принадлежит гениальному Хеймер Дингеру и его помощнику Зиксу. Последний был слегка шизанутым, пушистым любителем все взрывать. Ему как раз надоело сидеть в лавке Хеймер Дингера, и он решил погулять по городу. А вось найдется что-то, что можно будет по-тихому подорвать. Меж тем, весь пилтовер стоял на ушах. Дело было в Джинкс, который в очередной раз устраивала свои трах бабахи и чпок херопы. Зиксу повезло, и в первой же подворотне он наткнулся на синеволосую чеканушку. Она схватила мохнатика, потискала немного и извинилась за то, что ей придется его взорвать. Потом, немного подумав, что с ней бывало нечасто, Джинкс решила, что стоящий перед ней зверек – это ее совесть, которая появилась, чтобы мешать устраивать погромы. Зикс же решил по-тихому сделать ноги. А Джинкс пришла к выводу, что совесть ей совершенно ни к чему, а потому шмальнула по мохнатому из своего гранатомета. И это Зиксу очень понравилось. Он со смехом стал уклоняться от ракет с синеволосой, кидая ей в ответ свои гранатулечки. В какой-то момент они чуть было не убили друг друга. Вдоволь навеселившись, Зикс попрощался и уже собирался уходить, как увидел, что Джинкс лупит ногой по своему самодельному миномету. Он успел в самый последний момент. Мохнатый выкинул взрывчатку и спас девушку. Тут он понял, что давно так не веселился. И вместе с Джинксом они пошли громить пилтовер. Сначала они повандалили в музее, потом подорвали кондитерку и пожрали все кексики. Затем разгромили оперу и взорвали монумент, посвященный прогрессу. Но самое сладкое Джинкс приберегла напоследок. Она хотела завершить ночь подрывом здания стражей закона. Девушка уже его заминировала. Оставалось только нажать рычаг детонатора. Но Зикс был все же не таким психом, как его новая подруга. А потому он не мог позволить убить столько людей. Он выхватил детонатор у Джинкса и побежал. А психованная бросилась следом, стреляя из гранатомета. Этого было достаточно, чтобы здание было эвакуировано. После чего Джинкс его все-таки подорвала. Парочку обступили стражники и жители города. Больше их часть хотела убить шлунишек. А потому Джинкс схватила своего мохнатого друга и благополучно сделала ноги при помощи гранатомета. Дорога в Пилтовер для Зикса теперь была закрыта. А потому его подруга предложила ему отправиться в Заун, где для них было много всяких развлекух. В следующей истории Джинкс проникла на свадебную церемонию, чтобы ее само собой испортить. При этом она даже приоделась. Напялила украденное платье и чепчик. Находиться среди столь мерзкого общества ей было крайне жутко. И тем более быть выреженной, как они. Джинкс приходила в ужас от мерзких рож сливок Пилтоверского общества. Поэтому девушка развлекала себя как могла. Она бухала без остановки, показывала всем язык и громко рыгала. Затем она направилась к свадебному торту. И половником от пунша вырыла в нем приличную дыру. После она извлекла из своего платья четыре кусаки. Бомбы собственного производства. Три кусаки отправились в дырку в тортике. А один в миску с пуншем. Затем она достала еще несколько кусак и раскидала их по разным блюдам. Когда все было готово, она сняла свое платье. И крикнув оскорбление толпе мерзких пилтошек, стрельнула в одного из кусак. Заряды начали взрываться один за другим. В итоге все гости оказались заляпаны едой. Началась паника. Переодетые миротворцы, охранявшие свадьбу, пытались поймать преступницу. Но не тут-то было. Джинкс подорвала окно и увидела огромную свадебную механическую повозку, которую тут же позаимствовала. Машина снесла ворота поместья и покатила по пилтоверу, разнося все на своем пути. Это все на сегодня. Могла поджечь разом все мосты пилтовера, парализовав всю деятельность города. Могла поджечь разом. Уф! Продолжение следует...